Сегодня мы с вами продолжим тему Хекер Халаха, и я хочу перевести одного из двух главных комментаторов Кхошен Мишпад, а именно Сма. На предыдущих уроках мы сделали отрывок из Орахаим с комментариями Таза и Магнаврама, потом отрывок из Йорадея с комментариями Шаха, и потом отрывок из Эвенаэзер с комментариями двух главных комментаторов Эвенаэзер, это Хелкат Михокек и Бет Шмур. А теперь, значит, так как я говорил, к Хошен Мишпад есть комментарии Шаха, я их переводить не буду, мы уже переводили немножко из Йорадея, а вот из комментариев Сма с Эфер Миротой Найм, это тот же автор, как я рассказывал, который написал Приша и Дриша Ктуру. Вот этого мудреца я хочу перевести, я выбрал здесь самую последнюю главу Хошен Мишпад, и вы увидите, почему она имеет практически отношение сегодня. Большинство тем Хошен Мишпад, они очень технические, про всяких там судей и правильного написания, например, деловых бумаг, там, долгов и так далее, наследия. Иногда это нужно знать каждому, но редко, разве что платить работнику вовремя, еще парочку глав. Обычно вот Кица Шухонарах, он как раз выбрал из всех остальных частей Шухонараха все то, что относится к среднему человеку, поэтому Рахаим у него самая большая секция, но у него есть немножко из Йорадея, еще меньше из Эвена Эзер и Хошен Мишпад, отдельные законы. Так вот, закон, который я решил выбрать, это закон Маака, Мааке, да, законы забора вокруг крыши, потому что написано в книге Дворим, что когда у тебя будет дом, сделай забор вокруг крыши, чтобы никто не упал. Ну и отсюда учиться в общем, что все, что опасно, да, нужно предотвращать опасность, а не полагаться на чудо и не полагаться, что все уж не поможет, все уж не спасет, все уж не сам хочет, чтобы мы делали все, все превентивные меры, чтобы не было опасности. Да, отсюда, например, современные ремни, когда ведешь машину, каски на рабочих местах, аварийные выходы, всякие там приборы, которые, если пойдет дым, да, если будет пожар, начнут сигналить, и всякие огнетушители, и все такое. Все вот законы, которые обычно в разных странах тоже придумали, обычно государства, и требуют это, и проверяют вот это все, мы должны тоже делать в разумных пределах, конечно, если будет какое-то государство, которое будет только специально использовать, да, чтобы людей доить, да, есть государство, где, на самом деле, есть законы, которые практически невозможно соблюсти, но зато это используется, чтобы инспекторы доили работников, да, о таком случае мы не говорим, но тоже бывает, что требуется, это уже отдельный разговор, в каких случаях требуется следовать таким законам, но, в всяком случае, все, что реально, обычно все эти законы, они достаточно реально разумные и стараются спасти человек от опасности, все они становятся и законом Торы тоже. Так вот, последняя глава Хошин Мишпад, это глава 427, и мы прочтем в основном комментарии Мирот и Наим. Значит, первое, что описывает Шухонарах, это то, что митцва сделает Мааке, вот этот забор вокруг крыши, и пишет Мирот и Наим, митцва та ассе ла асота на Мааке, коль Симон-Зе лита би Туром, говорит, что в Туре нету этой главы, обычно Шухонарах следует порядку Тура, но здесь он добавил одну главу, и Михабер, то есть автор Шухонараха, собрал это из слов Рамбама, шокотав Симон-Зе от би от, он буквально слово в слово процитировал Рамбама, и перекидалев Михихат Роцеах Ишмира Танефеш, у Рамбама есть такие, у него же каждый закон не просто нумерация есть, у него нет нумерации на самом деле, а просто есть название, и вот один из видов законов называется Роцеах Ишмира Танефеш, про убийцу и про то, как нужно себя, так сказать, предохранять до Шмира Танефеша, охранение души дословно, правило безопасности можно перевести это так. Так вот, Рамбам это в 11 главе приводит, а, соответственно, Шухонарах это привел в самом конце. Так как до этого тоже в предыдущей главе обсуждалось случай, если человек другого убил, Вишмира Танефеш, и тоже подобные ситуации, правил безопасности. Катав Гамкена Рамбам Шам, Беотан Халахот, Мишумахи Сидерви Каваха Михабер Гамлазе Кан. Что в смысле, Рабь Иосиф Кара выбрал собрать это все здесь, потому что у Рамбама эти законы идут подряд. Как я сказал, законы про убийцу и законы про Шмира Танефеша, они там подряд, и здесь, соответственно, поместил Рабь Иосиф Кара эти оставшиеся законы из 11 главы Рамбама. Первый закон, который нужно понять, на какие, собственно, дома распространяется закон, что нужно сделать мехицу, сделать забор вокруг крыши. Так вот, Талмуд учат, что это должны быть дома, которые в основном для житья, а не гараж какой-нибудь и другие подобные, да, там какой-нибудь, как я понимаю, эскишет, да, сарай, в котором дрова, например, хранят. Вот. И сейчас объяснит Мира Танавиш, на самом деле есть диспут на этот счет. Значит, Пушханат постановляет, что только если это бей дира, собственно, это, опять же, цитата из Рамбама, только если это место, где люди живут, там нужно забор делать вокруг крыши. А дальше будет объяснено То, что в Торе написано «Твоя крыша», имеется в виду именно твоя, то есть твоего дома, где люди живут, а не дома, в которых не живут, да, которые для, например, хранения. Айн шам. Викатава кеса вмишна шам. Адивре рамбам, да, там сам же Рабь Йосиф Карл в своих комментариях кеса вмишна к Рамбаму пишет следующее. Афальгавды бисифрей марбинан лихиней микрады хаявим бимаакаги. На самом деле в метраше хологическом сифрей учится как раз, что и в этих местах нужно сделать забор вокруг крыши. Всякие там гаражи, сараи. Викем кату бисмаг, и так написал, эхасмаг, так написал сефер мисвод гадоль, да, бисмаг. Миколь маком танай еш бедавар лейнен им михуэвим хэма бимизуза, да, что на самом деле это зависит, и так в Геморе выглядит, что это зависит от того, нужно ли в этом месте делать мизузу. Если требуется мизуза, требуется забор вокруг крыши. Если не нужна мизуза, да, то это уже не бедера, и тогда и забор вокруг крыши не требуется. Упосэка рамбам киманда амар депатурим. Так вот, рамбам постановил и в законах мизузы, что на гараже и на подобных дверях не нужно вешать мизузу. Депатурим гэма бимизуза. Так он говорит, что считает, соответственно, что и в случае маака, в случае забора вокруг крыши, тоже не требуется делать забор на крыше сарая. Это не называется твой дом. Так получается, сифрей, который считает, что нужно забор вокруг крыши сараев всяких, а на атия китана депатурим гэма бимизуза хаяф. Так сифрей, получается, идет как мнение, которое в Геморе упоминается тоже, что и мизузу нужно вешать на гаражи, на сараи и так далее. Велит хилха такеватэй. Но галлаха не как это мнение. Аткандэйшэно бикицэр. Это он, говорит, суммировал его слова вкратце. Вим кэн. Так теперь спрашивает цма. Очевидный вопрос. Тэйм аля михабер. Это удивительно по отношению к самому автору Шуханаруха. Михабер это автор Шуханаруха. Как же раб Йосиф Карл, интересно, постановил случай мизузы не как рамбам? Что бихилхад мизуза перик бьерадэя. Он там написал, что и курятник, и хлев с животными, и тем более места, где хранят вино. Хранилища, кладовки какие-то, сараи, где вино или масло хранят. Все они требуют мизузы. И так у нас халаха. Что во всех этих местах, хотя по рамбаму не требуется мизуза, но мы таки вешаем мизузу. Может быть без брохи, но обычно человек все равно вешает сразу все мизузы. И тогда он делает одну броху на все. Но в всяком случае мизуза у нас требуется. Так если так, почему же он постановил здесь как рамбам? Тогда здесь он должен был сказать, что нужно сделать забор вокруг крыши. Угидатха риф и арош, да, что там он постановил как риф и рош, которые спорят с рамбамом. Он же считает обычно, если два против одного, обычно риф согласен с рамбам. То есть рамбам с рифом. Рамбам был позже. Но в данном случае редкое исключение, когда риф и рош считают, что сарай требует мизузу, а рамбам считают, что не требует. А здесь же почему-то Рабь Йосиф Кара постановил стам как мнение, что не нужно мааке. Мы же учим из мизузы про мааке. И то и другое зависит от того, считается ли это место домом, где живешь. Теперь он объясняет. Де гарамбам, тут квадратный сколько написано, де хамихабер. Рамбам мы понимаем, а рамбам на самом деле, его же это понятно. Он и там, и там говорит, что не обязан верить. Значит, ни мизузу, ни мааке делать. Но вот хамихабер, да, шейхрия, вы свирали, де линяр мааке, кивон де эйн дэрэх бне адам, ле йот лагем бейт ташмиш, аль габейт бейт бакар, у бейт аоцер. Он, конечно, на самом деле, не всегда одинаковый закон. Там, мизуза, да, и маке. Потому что маке – это свара все-таки логика, что места, где человек не использует крышу, не нужно делать маке. Ведь действительно, если человек иногда, может быть, раз, там, во много лет зайдет на крышу, это еще не требует тогда вешать, делать забор, по большинству мнения. Действительно, это логично, потому что иначе, когда делают забор, тоже нужно зайти на крышу, и тоже будет опасность. Если всегда, когда заходишь на крышу, есть опасность, тогда как же вообще этот забор сделать? Очевидно, что что-то очень редкое, люди будут осторожны. Но когда человек каждодневно, например, вешает белье на крыше, или оставляет, допустим, виноград сушиться, чтобы изюм сделать, или еще то, что они делали на крышах в те времена, вот тогда какой-то день он забудет и упадет. Поэтому, говорит, Тора, сделай забор по крыше. Поэтому то, что случается очень редко, Тора об этом обычно не беспокоится. И людям не обязательно делать забор, если крыша практически не используется. Так вот, он говорит, что, как правило, на эти вот дома хлев, или там дома, где хранят еду, да, отцер, то есть какая-то кладовка, сарай, который используют как кладовку, убитая айцим, или для дров, что они не используются в обычных крышах. Даже если иногда немножко человек там использует для житья эти места, но туда не так часто заходят. В смысле, на крышу, видимо, не так часто заходят, чтобы бояться, что человек упадет. То есть эти места, как фактически он хочет сказать, что даже если они хайвимби мезуза, еще не факт, что нужно делать там маки, потому что они очень редко используются, их крыши для чего-то. Ну, мезуза, говорит, тора установила, чтобы вешали, да, из-за того, кто там живет иногда. Льет митсвит хашем, негет эйнаф, чтобы человек всегда, так сказать, помнил Всевышнего. Зачем мезуза? Многие думают, что это для протекции, но вообще основная цель мезуза, чтобы вспоминать о единстве Всевышнего. Всевышний один бог, в которого мы верим. И вот это постоянно нам напоминает, когда мы заходим, когда мы выходим из любой двери. Ви-ви-а-то, убийца-и-а-то, когда зайдет, когда выйдет из сарая. Безе-пасак де-хадар-шам царих ликво мезуза. Вот в этом постаново хочу узнать, что нужно вешать мезузу. Ви-а-то-петах. Окей, слова с ма нам понятны. Теперь вопрос практически сегодня. Нужно ли делать мааку на нашу крышу? Во-первых, в старые времена у многих были крыши неровные. Они были, знаете, по диагонали шли сверху внизу. Там практически вообще невозможно было использовать их. Тогда очень редко люди лазили. Поэтому не делали мааки. На самом деле, ученик ученика Вильницкого Гаона, можно сказать. Можно сказать, ученик самого Вильницкого Гаона в какой-то степени. Был такой мудрец. Он учился, да, он от Вильницкого Гаона напрямую учился вообще-то. Раби Исраэли с Шклова. Он был один из тех, кто рано переехал в землю Израиля. 200 с чем-то лет назад, когда первая волна учеников Вильницкого Гаона переехала. И он написал книгу, называется «Пеат-ашулхан». Это практически как «Пеа», как край поля, то есть немножко от поля, которые добавил он к Шухонаруху. То есть те законы, которые Шухонарух упустил, потому что в основном они относились только к земле Израиля, только к урожаю и подобной. Он, соответственно, все это поместил туда. Законы Шмидта, например, подробные. И вот в том числе он вначале там пишет, что в земле Израиля обязательно нужно делать маки, потому что здесь крыши такие, которые используют люди. Иногда были уже случаи, что люди падали, Хасвишон, что люди привыкли в Хуцлаарец, что там крыши по-другому строились, и там практически их не использовали, поэтому привыкли не делать маки. Поэтому фактически сегодня тоже, конечно, в тех местах, где крыши ровные, у нас в большинстве моего дома крыша ровная, то если действительно человек иногда заходит на крышу, вопрос, насколько часто, то требуется какая-то маки, во всяком случае. Что-то нужно сделать, чтобы люди не падали. Я помню в предыдущем доме, в котором я жил, я жил на втором этаже, а у нас второй этаж был меньше размером, чем предыдущий этаж, первый. И получалось, что можно со второго выходить прямо на крышу. И вот Суку, шалаш на Сукот, мы ставили прямо на крыше. И нужно было поставить маку там. Правда, вообще по закону хи в маке на том, кто живет под этой крышей. Но в любом случае я поставил тогда маку, я снимал, во всяком случае, квартиру. То есть это сложный закон, и кто вообще обязан в каких случаях ставить маку. Но ставить сегодня нужно в тех местах, где крышу реально используют. Не просто там раз во много лет, чтобы что-то проверить, если что-то течет, а именно вот более-менее постоянным образом использовать крышу, нужно ставить тогда маку. Он описывает шухонаров, какие там размеры и так далее. Это все детали. Мы сейчас увидим кое-что из того, что пишет СМА. Я не перевожу весь шухонаров, только перевожу СМА. Следующий СМА. Значит, если дом совсем маленький, так же как Мизузу не обязан вешать на маленький сарай, которого нету 4х4 амот, 2х2 метра, то и маку не нужно. Сейчас Эйна Бейташмишет не считается домом для использования Вейна Раули Дира. Он не годится для жизни. Для постоянной жизни. Шельшны шутфим. Если есть два партнера, у которых общий дом, то они обязаны сделать и Мизузу, и маку. Хотя написано в единственном числе «твоя крыша». Могли подумать, что имеете в виду только, если крыша принадлежит одному человеку. Так как причина на этот забор, чтобы люди не падали, то какая разница принадлежит дом двоим или одному. имену. Мали га ша баит ху шелехад о шельшнай. Следующий сма. Это опять разные места, которые не требуют Мааке, как мы уже обсуждали. Потому что они не сделаны. Это знаете что? Речь идет здесь про Батэ Медрашот и Батэ Кнесиот, то есть синагоги. Синагоги тоже обычной крыши не использовали. Я думаю, что сегодня многие синагоги, они как дома строятся, и могут даже быть такие, которые крыши используются. Вообще, у синагоги есть другая проблема, что иногда нельзя использовать крышу, если синагога построена мамыш, как шул, как синагога со всей святостью, то ее крышу нельзя использовать на секулярные цели. Поэтому тогда люди не будут ходить вешать белье, например, постиранное или что-нибудь такое. Но есть сегодня такие синагоги, где наверху просто дом раввина. В всяком случае, настоящая синагога, она не требует Мааке, потому что крышу никто не использует. И он говорит, что даже те, кто требует Мааке в случае разных хлева и сарая какого-нибудь, даже они согласятся, что в данном случае в синагогу не требуется Мааку вешать, ставить, забор. Он, кстати, приводит причину не ту, которую я сказал. Мне показалось, что причина, потому что обычно крыша не используется. Он говорит, потому что синагога как бы всем принадлежит в каком-то смысле. Синагоги же строятся так, что любые люди, откуда бы они ни пришли, они тоже имеют право молиться. В каком-то смысле синагога принадлежит всем. Есть разные, правда, синагоги. Есть частные тоже. Но есть синагоги, которые как бы слушают всей общине, всему городу, всему миру в каком-то смысле. Так вот, такие синагоги, кстати, продавать нельзя по этой же причине, что как бы у всех разрешения не получишь. Хотя тоже есть исключения, это все в Тарнасе Мигила подробно обсуждается и в Шухонарахе. Но во всяком случае, в Бурахаим, секции Шухонараха, обсуждаются законы, когда можно продавать синагогу и как. Но, по крайней мере, он приводит это как причину, что так как всем принадлежит синагога, то получается, что нету конкретных владельцев, чтобы сказать, что они обязаны сделать мааке. Только немножко странен, мне кажется, его аргумент, что даже если это так, то в любом случае и община обязана следить за тем, чтобы не было опасности. Пусть это не на индивидууме обязанность, но община же должна следить, чтобы у них, например, дороги были без преткновений, камней преткновения, как говорится. Он еще приведет подобный аргумент немножко ниже и опять не очень понятны его слова. На самом деле, я видел в Аруха Шухон, что в подобных случаях община таки должна сделать то, что возможно. Пусть это не хиевно с самым индивидууме, но община должна сделать, чтобы не было опасности. Итак, речь о Тарабим Габо. Вот это как раз следующий случай, который описывается из Геморы. Если наоборот получилось, что дорога идет наверху, а у человека дом как-то построен в яме, в Редвине внизу, и у него получается вот он не обязан делать мааке, чтобы люди не падали, так сказать, наоборот, на его крышу с дороги. Что могли бы бояться, что упадут люди ему наоборот на крышу, но Тора говорит, что ты должен сделать заборок на крышу, чтобы оттуда не падали, а не туда не падали. И на закукле мааке. Мы не говорим, чтобы он сделал мааке над своей крышей, Пока не будет она выпирать, торчать над дорогой выше 10 твахим, чтобы оттуда не падали внутрь, в этот котлован, где находится его дом. Опять же, его аргумент такой же, как он сказал на предыдущем, что так как все, кто проходит, у них нет конкретного хозяина, это то, что называют Талмуд, что кастрюля, которая принадлежит множеству партнеров, так она не горячая, не холодная, всем все равно, как социалистическое имущество в своем время в Советском Союзе. Всем все равно, потому что никому конкретному не принадлежит. Так вот, так как все прохожие, так сказать, на них невозможно поставить хиев, повесить, поставить забор, то, соответственно, никто не ахаев. Шито де ин алейху, алейхен ля асот макали шут рабин, то есть они не обязаны сделать маки, наоборот, на свою дорогу, чтобы люди не падали. Но, как я сказал, Рохашухан приводит, что очевидно, что фактически еврейская община все равно должна это сделать. Когда-то еврейская община была как своего рода государство внутри государства, поэтому в своих районах или в тех местах, где у евреев была власть, то, соответственно, раввины должны были устанавливать, чтобы не было опасностей. А сегодня это государственная власть, соответственно. Понятно, что невозможно ставить, чтобы с дороги люди падали, хас вешал он. Следующая шинемарка еполь хано фэль мемену. Да, что сказано в Торе, что если не сделаешь себе этот забор, то люди будут падать. И используется язык такое выражение еполь хано фэль. Упадет кто-то упадет. Или падающий. Перюш. Девреем заль, наверное, он имеет в виду, что хазаль так сказали. Мемену вело литухо. Что имеется в виду, с крыши упадет, а не на крышу упадет с дороги. Поэтому крыша, которая ниже дороги, не нужно делать маке, хозяину крыши. Спрашивает СМА, что с какой стати мы должны доказывать этой стиха, что хозяин не обязан делать в такой ситуации, когда у него крыша не внизу. Делать маке. Ведь и без того, если бы не было его дома, люди бы еще ниже падали. Еще больше ударялись. Поэтому он своим домом ничем не ухудшил ситуацию, только улучшил. Обычно, когда человек строит дом, он может привести к ситуации, что кто-то упадет с его крыши. Но этот построил дом в котловане. Так он, наоборот, уменьшил падение для тех, кто будет падать сверху. Получается, почему он вдруг должен делать маке? Мегавагот решит рабим ларец. У бедоха, кештаман, он говорит, с трудом можно объяснить. Дагава амином, мы могли подумать. Дагава амином, мы могли подумать. Дагаюц рихим лимлот беймаком бейто де афан. Что, может быть, они должны были бы заполнить его место дома, видимо. Если бы не было дома, может, это он имеет в виду пылью, да, землей. Чтобы он был, наверное, на одном уровне, что ли, с решут рабим. Я не уверен, что он хочет сказать, может быть, что если бы не было этого дома, то они бы заполнили котлован. А теперь, когда он построил свой дом, теперь, может быть, могли подумать, если бы не стих из Торы, которые они дальше, могли подумать, что ему теперь нужно сделать маке, раз он построил там дом. Мьют твахим. Минимальный размер маке – это 10 твахим. То есть от 80 до 100 сантиметров примерно, да, по разным мнениям. Это, так сказать, достаточно высокий забор. И, конечно, он должен быть крепкий, чтобы не падал, когда люди облокачиваются в него. Вот это достаточный забор, чтобы люди не падали с крыши. Машман де Миколь свиво. Выглядит, что должно быть со всех сторон. Вегаино де локи смаг и де локи райвода. Это некое мнение о смага и райвода, что там достаточно с определенных сторон сделать меньше, а с одной стороны сделать больше. В общем, у нас он хочет сказать, что по рамбаму следует, чтобы у крыши были заборы в 10 твахим со всех сторон. То, что райвод там хасагу, он спорит с рамбамом и считает, что не со всех сторон обязательно 10 твахим. И он говорит, что объясняет, почему именно их диспут. Вехат коль давар. Вот дальше Шуханар пишет, что не только имеется в виду забор вокруг крыши, это лишь пример Торы. То есть множество и множество случаев, когда нужно тоже избегать опасности. Он говорит, что в сифре, это холохический митраж, это доказывают и слов, пусть не будет крови на твоем доме. Значит, все случаи включены. Ве авар бело та сим домим. Да, если человек все-таки игнорирует эти запреты и считает, а, пронесет или всего же не поможет, то, на самом деле, это малый положительный заповедь и отрицательный тем, что он поставил, так сказать, опасность крови на свой дом или на свое имущество как-то. Ездит, скажем, на машине, у которой тормоза не работают как следует, вместо того, чтобы починить, продолжает так ездить и все подобное. Так пишет Рыма. Переводили, да, вот там это все подробно обсуждается в конце трактата соты, что есть большая митва провожать гостей, провожать путников, да, чтобы они знали, куда идти, не запутались и не попали в опасность. В наше время, как бы, в меньшей степени это, может быть, относится, потому что есть везде знаки, люди путешествуют не одни, обычно на транспортных средствах, но все равно вот в какой-то степени, может, и сегодня, да, в каких-то ситуациях может относиться, или, в каком-то случае, символически стоит человека проводить, когда он уходит, путник из твоего дома, хотя бы немножко с ним пройти. Значит, говорится, что тот, кто не провожает, он как будто проливает кровь. Мы даже заставляем, то есть раньше Бейдин мог заставить человека провожать, как заставляли цедаку давать и тому подобное. И даже если, говорит, проводишь человека на 4 амод, 4 шага, да, 4 локтя дословно, примерно 2 метра, есть за это награда большая. А сколько нужно провожать? Если, говорит, это человек, которого провожаешь, он, например, твой ученик, то достаточно выйти из города. А если это, говорит, друга провожаешь, то нужно пройти до Тахум-Шаббат, то есть провести его до примерно километра от города, до 2000 амод. А если ученик провожает раввина, он его провожает аж примерно 4 километра, да, парса, это 4 мил. Значит, ученик раввина провожает больше всего на расстоянии от города, 4 примерно километра. А это если он, как говорится, просто раввин. А если он раввин мубхак, да, главный свой раввин, человек, который все свои знания, основные торы получил, то нужно 3 парсы провожать, то есть где-то 12 километров. Вот это все слова Рамбама. Но он говорит, что он нашел в Ялкут-Махараш, какая-то книга, что в наше время обычай не провожать ученику раввина на расстоянии целой парсы. Некоторые говорят, что парсы – это и есть фарсанг, который был у персов, да, вот это расстояние, которое хазари ценили как 4 мил примерно, да, это, может быть, фарсанг древний. В общем, на парсу провожать ученику раввина, может быть, не обязательно в наше время. Что в наше время раввин обычно прощают, да, свое уважение, поэтому достаточно с ним пройти просто до выхода из города хотя бы. Или, если это невозможно, то хотя бы 4 амот, просто 4 шага пройти. Еще Рамбам написал, что другие виды гмилут хасадим, да, доброты, которые человек делает, как говорится, своим телом, то есть физически помогает другим, например, навещает больных и тому подобное, что на все это нету шиур, нету, так сказать, какого-то границы. Если нужно больного навещать много раз, то постарайся так сделать, да, это всегда получишь награду, это очень большая митва – помогать другим всячески, да, навещать больных, утешать скорбящих, помогать похоронить мертвого, которому, допустим, да, нет денег или нет людей, которые могут его похоронить, во всем этом участвовать. То есть помочь невесте, да, бедной, ну, имеется в виду организовать свадьбу, да, в те времена, в основном, невестам давали приданное, а были же девушки, у которых не было приданного или нету, или они сироты, или у них нету денег у родителей, так, соответственно, помочь им выйти замуж. В наше время это значит дать фактически благотворительность на те организации, которые помогают устраивать еврейские свадьбы, провожать гостей. Все это, говорит, митсвы, которые, в принципе, митсвы раввинские, с одной стороны, но они все включаются в общую категорию, то, что, говорит, люби ближнего, как самого себя. То есть ты же хочешь, чтобы тебе такое сделали, да, если тебе что-то понадобится, какая-то помощь, чтобы тебе помогли. Так же и делай с другими. Это, говорит, относится Самая большая награда, это, говорит, когда провожаешь гостей, путников. И это, говорит, установил еще Аврагам наш праотец. Это доброта, которую он, значит, сначала их кормил, да, он путников, как мы видим в главе Ваира, да, приглашал, кормил, поил. И потом провожал. И это, говорит, великая митсва, больше даже, говорит, помочь гостям, да, принять путников. Это большая митсва, чем принять, как говорится, присутствие Всевышнего, шхину. Опять же, это учится все из этой истории. Что, говорится, там, что Аврагам, ему показался Всевышний, так переводят многие. Это весь диспут на самом деле, о чем там речь. В самом начале главы Ваира, говорится, Ваира и Лав, и показался ему. И дальше можно перевести, как имя Всевышнего, а можно сказать, что имеется в виду эти путники, ангелы, которые пришли. Вот если имеется в виду Всевышний, то тогда, значит, имеется в виду, что, хотя Аврам в этот момент занимался, так сказать, медитацией, Всевышний, можно сказать, был перед ним в каком-то смысле, да, он чувствовал присутствие Всевышнего, так он ему сказал, подожди, я вижу гостей, я сейчас их встречу, а потом вернусь, так сказать, да. Вот, это зависит от того, как переводить там имя Алев, Далед, Нун Юд, это имя Всевышнего, или имеется в виду, или это обращение гостям, да, не уходите. Имеется в виду, что он Всевышнему сказал, не уходи, подожди, или он сказал гостям, не уходите. Так вот, по мнению, что это имя Всевышнего, получается, Аврам обратился ко Всевышнему, подожди, пока я обслужу гостей. Значит, видно, что даже медитация перед Всевышним не так важна, принятие, так сказать, Нейшхина, лицо Шхины, как говорится, не так важно, как возможность встретить гостей и помочь им. Вот, это все, значит, в начале главы Ваира. Вот, это все Рамбам написал, и они это цитируют здесь Сма. И также говорит в Медраж Паршет Ваира. Это все Дарки Моши, то есть слова Рамб Моши Исерлиса, да, главного ашкенатского мудреца Шоха Наруха. Это он написал в своих комментариях к Туру. Дарки Моши, как я не раз рассказывал, это комментарий к Туру у Рама. Последний здесь, самый последний Сма. Много, значит, вещей запретили наши мудрецы из-за того, что они опасны. Кое-что из этого Шоха Наруха приводит не здесь еще, а в главе, в одной из глав Йорадеа. Тоже у него есть целая глава, которая занимается разными опасными вещами, чем что нельзя делать из-за того, что это опасно. Ну, вот. Но в этом случае пишет Сма, что Медектив, потому что написано в Торе, Ишамер Лиха Ушморна Вшиха Меот. Будь очень осторожен, и как здесь бы мы перевели, Шморна Вшиха Меот, будь, так сказать, охраняй свою душу очень сильно. Себя охраняй, то есть предохраняй очень сильно. То есть не попадай в ситуации, которые несут опасность. Не рискуй жизнью и здоровьем себя и других. Поэтому все, что опасно, человек не только не может, конечно, других подвергать опасности, но и себя тоже. Кстати, здесь тоже сам Шуханаров приводит, что это уже описано в Юраде, глава Куфта Тедзайн. Многие из деталей подобных вещей описаны в 116 главы Юраде. И на этом мы сегодня закончим. Я надеюсь, последние четыре урока дали нам хоть какое-то минимальное представление о стиле комментаторов первого поколения к четырем частям Шуха Наруха. На следующих уроках я, блин, наверное, попробую приводить еще из других классических книг понемножку. Мы еще не читали с вами ни одного отрывка из Хая Адам, например, и Хохмат Адам, из Вильнинского Гаона, из Рабеки Вейгера, из двух важных комментаторов Хоша Мишпад, называемых Цот и Нативот. Вот. Хотелось бы разные отрывки из разных важных комментаторов на странице тоже почитать. И это, может быть, займет еще несколько уроков данной темы. И на этом я на сегодня закончу. Если вам нравится это видео, пожалуйста, имейте лайк. Субтитры создавал DimaTorzok